Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры делал DimaTorzok 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 Поселок Потеряевка Субтитры делал DimaTorzok Достойную встречу 50-летия советской власти И столетия со дня рождения Ленина Командование части Радо сообщить Что и ваш Аким Идет в ногу со всем советским народом В борьбе за выполнение решения партии и правительства Показывая образцы труда, дисциплины И выполнение своего воинского долга Международный праздник трудящихся день 1 мая И 21 годовщину праздника Победы Рядовой Лапкин А.Т. Встретил высокими показателями в социалистическом соревновании Является дисциплинированным и исполнительным воином За примерную службу и воинскую дисциплину Он имеет 12 поощрений от командования Командование части благодарит вас За воспитание сына И надеется, что он и впредь будет добросовестно Выполнять свои служебные обязанности Настойчиво повышать свои военные и политические знания Активно участвовать в общественной работе В Рио командиры В.Ч. В Рио командиры В.Ч. Командиры В.Ч. Я даже и не знал Здесь интересно Без этого нельзя было Я был уже на первом году Долго не разговаривали Сразу не раз Перевели меня теперь из бригадиров Я был как командир отделения Бригадир мост строительной части Меня сразу вызывают и переводят меня Заведующим складом продовольствия части За складом встали Ну чтобы от коллектива Как бы меньше сказать Я уже Единственное Потому что ночью выезжаешь там Получать В хлебозавод Мы всегда ночью получали Где-то в 2 часа ночи Поэтому днем я могу спать Меня никто не поднимает ни на какие Я уже в другое нахожусь Днем там ездить Где по колхозу По совхозу Где дешевле Потому что у нас была Часть к нам Деньги платили За работу И были на хозрасчете Высчитывали за все За белье За баню За свет За амортизацию там Койки Это все За все высчитывали А бодирование давали Тоже высчитывали Но нам платили У нас был заработок Там 200 рублей в месяц Ну половину высчитали 100 рублей остается Все Вот так Такое было Значит Интересно Так Второе Еще Значит Былые года Начиная где-то В 15-18 год Мы как-то собирали На Оказать помощь Донбассу Продукты там что И мы с отцом Иоанном Тогда отвозили Два раза Были И в каждой Разве мы Была такая Бумага Считайте еще Чтобы вы Как-то свидетели Донецкая народная Республика Администрация города Дебальцево Благодарность Настоятелю Отцу Иакиму Тихоновичу Лапкину И Общение Веру Нет написано Общение Верующих Крестовоздвиженского Храма Администрация Города Выражает вам Благодарность За оказание Гуманитарной Помощи Ваша помощь Это неоценимый Вклад в развитие Благотворительности И безусловно Ощутимая Поддержка Для жителей Города Дебальцево Добрые дела Не остаются Незамеченными Они как маяки Светят тем Кто ждет И нуждается В помощи Уверены Что ваш пример Будет показателен И для других Благотворителей Предоставляя помощь Вы даете Не просто Материальные ценности А дарите Радость И надежду Пусть ваша Доброта И щедрость Вернутся Вам Старицею Желаем вам Здоровья Мира И процветания На вашем Жизненном пути Глава администрации Города Афендиков Город Дебальцево 2015 Год И вот еще Одна Считай Казачья Национальная Гвардия Всевеликого Войска Донского Город Антрацит Луганская Область Священнику Отцу Иакиму Благодарственное Письмо Мы Казачья Национальная Гвардия В лице Коменданта Города Антрацит Полковника Всевеликого Войска Донского Пенежанина Вячеслава Валерьевича Благодарим За оказанную Гуманитарную Помощь Жителям Города Антрацит И Антрацитовского Района Комендант Города Антрацит От казачьей Национальной Гвардии Всевеликого Войска Донского Полковник Пенежанин Пенежанин Это значит Из Дебальцево И город Антрацит Были две Благодаря Мы Закупали Продукты Там значит В Ростове На Дону И на машинах Нас казаки Провожали до Границы На границе Там встречали Нас уже военные Охранные казаки И везли дальше Давали Вот так вот А папаху Вам они подарили Или нет Да Один там Атаман Вы там еще Спрашивали Сколько у них Оружия У них же Да Да Показывали Я говорю А кончатся У вас эти Пули И все Кончится Как тогда Вы Не беспокойтесь Не кончится Не переживайте Ну конечно Видели Как разрушение Как там Это танки Были Разгромлены Там это БТР Недалеко От границы Это Жутко Там стоит А башня Метров Двадцать От танка Как я могу Так сорвать башню И отнести туда Ее ж не Вручную срезали Вот так А сейчас Они на какой стороне Да Сейчас они На какой стороне Кто Вот эти Казахи Да Не Ну вот эти Где были Это уже освобожденные Это уже в России Сейчас В России Они находились Так Ну и еще Доведу я до вас Другие Указ Крестовозвиженская община Города Барнаула Это 1992 год Наверное 1993 1992 год Указ Согласно Вашему прошению Из благословения Высокопресечения Метроприата Виталия Первого арха Русской православной церкви За границей Крестовозвиженская община Города Барнаула Принимается В лоно Свободное Российской православной церкви Отныне Все священнослужители Обслуживающие Вашу общину Должны За всеми Богослужениями Поминать Высокопресечения Метроприата Виталия Как Первого Иерарха Нашей церкви И Пресвященного Лазаря Епископа Тамбовская Маршанская Как вашего Ипорхиального Архиерея Которому Вы должны По всем вопросам Обращаться Заместитель Секретаря Архиерейского Синода Епископ Иларион Потом он стал Первый арахмом Это было о том Что нас приняли Вот А Зарубежная церковь Я скажу Что никто Даже у нас было Шесть Священнослужителей Замска Никто Никогда не слыхали И не знали Что есть такая Зарубежная церковь Никто Здесь случайно Вышли Кто-то Звонит Мне Один говорит Узнали Говорит Что здесь есть В России Епископ Который Рукоплант Зарубежной Православной церковью Я сразу поехал И Узнал Где он живет Этот лазер Я приехал к нему И я попросил У него Бумаги Кто он есть Он показал Это называется Ставленная грамота Кто его Рукополагал В епископы Прочитал Да действительно Там 3 или 4 Было епископа Зарубежных Там в метрополит Ну все Ну действительно Не просто кто-то Положил Так вот Вот С чего это было Когда образовывался Там не было ничего Это потом стали Там Делкорация Серги Там Куменизм Ничего этого не было Не из-за этого было А было просто только Там Епископ Из-за епископа было Вот Мы ваши Шесть Священнослужителей Я принял Говорю Я пойду на стройку работать Больше не пойду Служить В храм Буду Ну а так получилось И поэтому Так получилось Все спотанно Безо всякой Там какой-то Идеологии И прочее Ничего Просто все До того были Что Другого не было выхода Просто Было это сделано Вот И так мы были Это с 91 С 90-го года Нас приняли в 90-м году Это уже потом Пока-то бумаги Что-то Вот С 90-го года И до Благополучно Были до 1906-го года Когда прошел И каноническое общение И каноническое общение А потом уже После Архиерейский Собор Приняли Что Соединение Московской Ну и все На этом Конец И вот Дальше развивается Получаем Другой указ Мы После этого Как бы Определялся 7 лет Для вхождения Приходов Которые были В епархии Где Территории Которые находятся Но у нас Это Дольше было Потому что Мы не могли найти За все Годы Здесь его Правления Епископа Максима С ним общение Не могли Никак Даже когда Наш Епископ Приезжал С ним Он не шел На никакие контакты Ну а Впоследствии Уже Перед отъездом Он Решил Я был Как-то в Москве И был В Сретенском Монастыре Я был знаком С Архиметритом Тихоном Щекуном Сейчас он Митрополит Ну я с ним Поговорил Он Как вы Я говорю Да так У нас Нет никаких Не можем Я думаю Что это Он там Что Вдруг Мнение Резко Максима Изменилось К нам Он приехал К нам Пригласил Я Когда-то Приглашал Я сколько Нет Приехал Там Подарил Нам чашу Все это Большие Подарил Подарки Все С ним было 14 семинаристов Я говорю Зачем Это много Потом Да Он сказал Мало Мало Что Может Быть Там На Подарки Да Ну все Прошло Хорошо Проводили И все И он Вскоре Здесь Буквально Через Какое-то Время В этом же Году Его переводят В Елец Это Липецкая Епархия Вот И Значит В 13 Мы получаем Такое Протерея Якиму Лапкину Возглавляем Им Общину Настоящим Подтверждается Что Протерея Яким Лапкин И возглавляемые Им Церковно Приходские Общины Более Не входят В состав Русской Зарубежной Церкви И Благословляет Сохладение В Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви Иларион Митрополит Восточно-американский Первый Рарх Русской Православной Зарубежной Церкви И Другой Указ Получаем Уже Здесь Когда Приехал Валерий Серги Вот На основании Акта Каноническом Общении Русской Православной Церкви За границей С Русской Православной Церкви Московского Патриархата От 17 Мая 2007 Года И Указа Номер 7 44 13 Восточно-американско-нью-Йоркского Илариона От 26 Июля 13 Года Церковно-приходские Общины Возглавляемые Протереем Аким Лапкиным Принимается В молитвенное Общение И каноническое Починение Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви Вам Он Надлежит Поминать За Уставными Богослужениями Имя Святейшего Патриарха Московской Руси Кирилла И Местного Правящего Епископа Барнаульского И Алтайского Сергия Тогда он еще был Сергий С Хрестовой Любовью Когда первый раз Познакомились мы С епископом Он когда побыл У нас все поговорили И он только мне Выходя Сказал Отец Как ваш устав Какой был Так вы и Живите по своему Как у вас есть Сложившиеся Уставы В общинах Ну то есть я О русском языке Говорил что читаем На русском языке Ну и другие какие там Вот Он говорит Это ничего Менять не нужно Ягодки Ну а в этом На его биотеты Это было необходимо Сделать Потому что Ну вот так вот Поэтому пока я Говорится не ушел Я вас познакомил Это мое Со всем этим А Твое Спасибо Ну все Вопросы какие Есть Спасибо Христу Спасибо Христу Спасибо Христу Дальше Как бы три дня Спасибо Так Следующий приезд Будет Мой В субботу В воскресенье Готовьтесь К христу Это там будет Четвертая Да Вот В этой неделе Почему так Потому что там Я с поездами Меняю Что в этом Месяце Будет почетным Ходит только Поезд Который утром От нас выходит Поэтому получается Так вот Я уже Два В марте А дальше Будет через воскресенье Значит Следующее воскресенье Будет здесь Готовьтесь Только к исповеди Татьяна Бога Благословит Просфор Испечь Можешь не звонить Даже Благословляю Заранее Нет Буду звонить Благословит Вот сейчас Приехали к нам Видите Все черное У нас здесь У вас что-то есть Там Типа весны В деревне А Ты про это Что-то Профор Нет Ну у нас Видите Как бы тает Уже Там что-то Такое А у вас Там что-то Ничего Снег Нигде С крыши Что-было Где на На солнышке Да Вставило Сбежало Снег Мокрый Можно было Там Говорится Лепить Что-то Катать Снеговики Снежный Баб Как думаете Наполнится В этом году Наполнится Снегу Конечно Меньше Чем в прошлом году Но он Как-то так Медленно Ложился И поэтому Все Дорогу Горобаш Прочистил Он купил Клин Там один Фермер Ермачичинский Распродает Своё Все хозяйство Вот Он был крупный У него что-то было Пять тысяч Что-ли Это Земли И он все Продает вместе Там С землей И с тракторами За сто пятьдесят Что-ли Вот Так Сейчас Любовь Ну Игорь У него купил Клин Трактор-то Большой купили Они осенью Кировец И вот А клин Такой Чтобы У нас был Клин Но он Такой Попробовал Он тот Не тянет А я купил Новый Клин За сто тысяч Клин Этот И вот Сейчас Дорогу Прочистили Чтобы зерно Вывозить Надо уже Вот Дорогу Прочистили Они с Терентем День чистили На двух тракторах На Скуном Белорус И этот Потому что Там На трассу Не выходят Он к груди Та надо Ну вот Так что Можно на машине Приезжайте На машине Ничего себе Да Ничего себе Что желает Пожалуйста Приезжайте Четыре дня Будем Мы Канон Андрея Критского Молиться Ну Да нет Лучше вы к нам А? Лучше вы к нам Лучше вы к нам Нет Нельзя Вы здесь справитесь А там Нет Поэтому Так вот Будет Что Башка Можно сфотографировать Ты реже Приходишь Чем я Пожалуйста Сколько угодно Что я Можешь Все Это не тайно Я вам Сообщил Я Берег Ничего не говорил Ну А сейчас Это я Башка Вам все Помру Да Все Все Игнатиш Так Сегодня Прощенное Воскресенье У нас Так уже Принято Мы всегда Ходили По Кровский Собор Только Было Раньше И сейчас Температура Другая При этом Метрополития Он не просто Как-то где-то А близкий Вот как приезжает Он сюда Он увидит Руки растения Тут как Подходим Когда Прощаться Он прям Всегда Крест в руке У меня крест Оказывается За спиной Обнимают Ну это Все Священники Видят Так Я очень Прошу Родителей Прийти с Детьми Одеты По нашей Форме И в Правый Предел Правый Как Все там Люди Уйдут Мы не толпимся В полпе Тогда будем Подходить По порядку Идут Братья Сестры И последний Я подойду Чтобы не задерживать Он всегда Меня задерживает Спросит Я очень Прошу Кто В коридоре Там стоит Вы Придет Время Будете Очень Жалеть Что Не приходили Ни разу Покровский Собор Нам много Дал Когда Нас Своего Не было Мы ходили Всегда Туда Молились И тем Более Прийти Там Просто Помолиться Вместе Я Прошу Вас Всех Кто Не может Там Полу Какой-то Настроенный Прийти Сегодня Пять Батюшка Сказал Поп Полшестого Полшестого Значит С пяти Службой Идет Так Она там Недолго Служба Быстро Там Проходит Там Полчаса Подойти Благословиться Потому что Мы Там Многое Многое Получили Когда Совсем У нас Негде Было Так Это Первое Второе И Очень Важное Пока Батюшка Ушел Он тут Говорил Может быть Другой Справки То Не было Когда Он Был В армии Я Переписывал Весь Псалтырь На Открытке А если Он Подтвердитель Это А На Бумаге Такая Как Не Папиросная Которая Печатаешь Много Экземпляров И от Руки Я Переписывал Все 150 Псалмов Если Псалом Большой Несколько Этих И все Ему Боинскую Часть Посылал Ну Когда Я Служил Не служил А работал На Балквике Он Тоже Приезжал На Корабле Был Один Раз Где Работал Но Тут Такое Что-то Случилось У него Что-то Неладно Было Он Маленький Был Когда Тоже Пришел Я Хочу Коммунистом Быть Но Отец Один Раз Рассказал Расскажи Как Было Коммунистом Все Знают Наверное Октябрёнком Нет Нет Я Сразу Коммунистом Хотел Быть Это Во втором Классе Было Коммунистом Уже Но Учительница Говорит Что Там Это Бога Нет Это Придумали Богатые Люди Чтобы Порабощать Там Бедных Вот Все Это Вот И Самые Лучшие Люди На Земле Коммунисты Которые Светлое Будущее Люди Когда Будут От каждого По возможности Каждому По потребности Ну Это Я Внял А у нас За столом Было Так У нас Вот Сидите На Лавке Вот Это Стол Был А там В углу Была Божничка Называется Там Иконы Стояли У нас Такие Деревянные Старообрядческие Иконы Стояли Отец Всегда Сидел Там Вот Ну И мы За стол Молились Три поклона Там И Садимся Ели С одной Каждому Чашки Не было Мать Чугунку Поставили С картошкой Там Ведер На стол Там И Чашка Одна Была Там Если что-то Нальют С одной Чашки Хребались Ну И я Уже Теперь Пришел Когда За стол Садиться Я молиться Уже Не стал Ну Поел Я Со стола Вышел Опять Все борются А я Не молюсь Там Спасибо Мама Тясь Спасибо А это Надо Говорить Спаси Христос Отец Заметил Он не слышал Глухой Что-то Заметил Мое Неадекватное Поведение И говорит Мать А что такое А мать У нас Как это была Кухня Там Как у нас Куть Называется Она Сынок А что такое Я говорю А бога нет Я коммунистом буду Она Отцу Перевела Мать Громко Сказала Отец Был у нас Контуженный У него Тух Он Когда Разговаривает Он Вот так Представлял Кухню Чтобы Лучше Отец Резко Как он Встал Сразу За стола Выходит Ну иди сюда Я подхожу Он меня Так вот Взял За шиворот Голову между ног Зажал У него Одна рука Матка была Там В палате Матка Балка Балка такая Квадратная Там Гвозди Большие Набиты Шапки Вешали туда Дом Была не такая Большая Потолок Ниже был Отец Матери Подай мне ремень Я не знаю Откуда Был ремень На две дырки Широкий ремень На две дырки Или он это С фронта Принес Или где Такой ремень Был Помню Запомнился Две дырки Было не надо Отпечатались Как он начал Позаднее Голова Там А штанишки Одни Туда же не было Ни трусов Ни маях Одни штаны Одна рубаха И все это Больше то и не было Ничего Не носили Как он начал А у отца Рука была такая Вот он колет Дрова Шурка Допустим Диаметр такая Он может Опором раз Поднимает Через плечо Одной рукой Бабах Раскалывает Любой раз Какие бы ни было Суковаты Все расколет Сам колол дрова Навоз возил Скотником В колхозе работал Поедет за сеном Наложит воз Как обрезанный Квадратный Это бастрык Надо там затянуть Чтобы он не развалился Все с одной рукой делаем Ну и он как начал Как ударить Мне кажется Голова Задница к голове пришла Ну а сходил Мать была Заступиться Хотел Он на мать Уйди за шубок На мать Обратно на путь Стоит Причитая Богородие святи Очень холод Я кричу Бог и есть Я кому не струди Верую Верую Ветерия Определяет Сознание Отечество Ну а Наконец Все это Я на песку Заполз Уже Ах Что теперь Ну мать Потом мне сметану Неделю Змазала Заднее святое Все Прошло сколько лет Это был Девяносто третий год Я поехал на урывок В силоводу Геннадию Геннадию Ну и я зашел За столом сидит Старушка такая Как это Одуванчик Маленькая Она Ростом Такая Ну опрятная Интеллигентная А я не обратил Внимание Геннадия Геннадия Тихонович А ты что Это не узнал Кто сидит Я говорю Ну я думал Что так вам А ты присмотрись Хорошенько Я говорю Ульяна Ивановна Учительница 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 У ней был Отец Верующий Сильно Отец Настоящий Верующий Был Отец Но она Ну я Что-то Здесь разговорились Когда я встал Я это Рассказывал Нет Аким Тихонович Нет Я не могла Я всегда На Пасху Яйца красила И крестик Тайно Носила Всегда Это Платоновна Да Это там Еще одна была Платоновна У нас же Которая Постоянная была Такая За четырех классов А там Представляете Закончили Вот пет Их на три года Ну что Три года Отработает И они уезжают Что там Потеряют Одна только Осталась Вышла Был Механик Тоже на три года Закончил Сверхозяйственную А она И он потом Стал директором Там Она осталась Одна А так Вот Вот такое Было Дело Сегодня решают Наказывать Или не наказывать Детей Наказывать А Наказывать Наказывать А вот Наказывала Ты своих Нет Еще Нет Ну значит Плохо Очень Плохо Или Или Не так Наказывала Как надо Наказывать Не тогда Когда ты Во гневе А чтобы Ребенок Знал За что Ты наказала Его И для чего С какой целью Вот и все Вот дальше Так Все Дальше Случай Про который Мало кто знает Я ему Переписываю Это ему Надо И вдруг Что-то У него Там Стало Он не Сказал Еще Когда Уже Вернулся Из армии Та Которые Там На складах Были Кого-то Стали Трепать Арестовывать А батюшку Даже Не вызвали Ни разу Ну Продукты Видимо На сторону Где-то Но дело Не в этом Дело В том Что У него Неладно Что-то С Верой Стало А в Старое Время Было Не так На работу Я завтра Не выйду Нет Два Три Дня Не было Статья И поэтому Когда Увольняешься От 14 Дней Надо Отработать А я Когда Это Получил Письмо Мне Не надо Ничего Уже Говорить Меня Уже Здесь Нет Я К Бригадиру Подошел Инструмент Сдаю Ему Ножок Пилу Топор Я Говорю Я Уезжаю Как Завтра Меня Не будет На работе Да Ты Не Разговаривай Я Сразу Пошел А У меня Внутри Все Вот Так Вот А А вон В Москве В воинскую Счастью Мне Надо Проникнуть Это У меня Несколько Раз В жизни Было Такое Когда Господь Давал Потрясение Павел Я Учил Три Сполные Года Вас Со Слезами У меня Слезы Дух Я Не могу Не Остановить Ничего У меня Обезбоживание Организма Было Даже И Щеки Сделали Черно У меня Написано Щугунеет И Я Оказался Воинское Счастье Сейчас Не знаю Через забор Или Не знаю Разрешили Пройти Я тебя В столовую Завел Покормил Да Ну Я тебя Когда на корабль Приехал Тоже Покормил Только Эту еду Дальше Берега Не довез Колебит И называется Чертный Кузырь Показан Через Бор А вот Маленький Вот С эту комнат Котирог Как Поднимет Волна А потом Как Все Ушло А как На волну Поднимет Большой корабль Ничего А это Вот так Ух Он сам Ушел А пища Осталась На том Уровне Ну И здесь Я не выехал Оттуда Я не знаю Был ли он Передет в форму Или нет Ничего Не могу Сказать Пока Он не встал Ясно Четко На ноги Не встал И тогда Я вернулся И меня не судили Еще опять Получил свой Инструмент Пошел Работать Вот Как Это Вот Почему Когда Сейчас Опоминаю Помяним Отца моего Духовно Тут так И друг другу Отцами являемся Через меня Уверовал И слышал А является Священником И вот Я тогда Добавлю Здесь еще К этому Что было Когда посылал Он Письма Эти уже Ко мне получали Письма Все до одного Письма Проверялись Все Но я даже Сейчас не могу Сказать Все или нет Дошли Открытки эти У меня День Бывает На день Два Письма Получаю И почти Через день Да каждый День Вот Был Новый Завет И у меня Его сразу Тоже отняли Ну это прошло Я не знаю Сколько там Месяцев Было Приезжает Комиссия С округа С военного Круга Генерал-майор Ну ему Видать Донесли И вдруг Меня вызывает К замполиту Кабинет Ну к замполиту Я пришел Вот он сидит Один Там Поздоровался Садитесь Сел я Давай расспрашивать Как я Где Где родился Как крестился Там кто отец И мать Братья Там Где А что У нас все Это Мы Происхождение У нас простое Не княжеское Поэтому я Все рассказываю Как все было Как уверовал Где Через кого Я все Рассказываю Что скрывать Ничего Все Ну и как здесь А здесь Письма Приходит Ничего нет Брат пишет А их мне Не все Даже доставляют А кто там Секретарь Комсомольской Организации Было у меня Новый Завет Значит Отняли Книгу Это тоже Она ничего А я Когда в Ленинской Полноте Там была небольшая Библиотека И там Атеистическая Литература Там полка была Я прихожу Когда все там Играют А я возьму Какую А там Читаю Там обязательно Где-то Приводится Точно Текст Из Библии Из Евангелия И я потихоньку В тетрадь Выписываю Это все Выписываю Выписываю Раз И старшина Так похлопал Ох ты Говорит Хитрец Какой Все А у меня Вообще Тетрадь Уже Написал Все Выписывал Ну вот Поговорили С ним Часа полтора Наверное Было Потом Встал И он Так Вышел За стола Пожал Мне крепко Руку И сказал Желаю Вам Чтобы вы Через всю Жизнь Пронесли Ваши Убеждения И когда Он уехал После этого Письма Уже Больше Не открывались Они одно И Вызывает Меня Замполит И Показывает У него Этот Новый Завет хранился Вот Товарищ Шлапкин Хранился Ну Я вам Отдать Могу Но я бы Посоветовал Вам У вас Там Эта книга Дорогая Для вас Я говорю Да ей Просто Цены Нет Этой Книги Ну вот А там Всякие Люди Есть Могут Порватель На Папирос Скрутить Давайте Так Сделаем Она Будет У меня Вам Когда Надо Приходите Ко Мне Будете У меня Считать Чтобы Она Сохранилась Расценная Ну Я подумал Ну Ладно Так Ладно Плывай Ну И Какое-то Время Я Еще Когда Работал Бригадиром Я Уйду Туда К нему Посчитать Он Там Занимается Бумагой А я Стол Длинный Вот Стены Стол Длинный Я На Этом Сижу Читаю Потихоньку Он Потом Ты Полтора Часа Если я Сам Тебя Закрою Кабинет Ты Ничего Закроет Меня Там На Полтора Часа На Два Куда Уйдет Я Здесь И Почитаю И Взремну Еще Немножко И Все А там Уже Кто Прихожу В Меня Бригадир Бригадиров До Этого Был Вольно Наем За Складом Он Пьяниц Пил Там И Его Сняли А Меня Вызывает Командир По Снабжению Майор Был Вот Я Говорю Товарищ Майор Здесь Оклад Всего 120 Рублей А Я Там По 200 Зарабатываю Эх Ты Какой А Он Ведать Еврей Наш Брат Говорит Не Не Надо Мне Оклад Ну И Все Я Полтора Года Последний Был За Складом Работал Никому Нигде Ездил Там Для Части Продукты Как Можете Подешевле Потому Что Меньше Высчитывали Сколько Вам Лет Тогда Был 21 Год Как Иванов За Складом Которые Были Ты Стали Вызывать А Воровали А Тебя Даже Не Вызывали Я Уж Не Помню Что Они Ну Это Его Он Уже Был Уволь Я Уже Работал За Статом А Потом Они Стали Расследовать А Я К Этому Никакого Отношения Не Имел Ну Так Это Уже Вы Прием Так Относительно Дальше Сказать Я Именно Что Батюшка Говорил О Приеме Я Ходатайствовал О том Чтобы Архимандрита Ивтихия Поставили У нас Епископом Когда Синодия Была В Америке Там Отношения Сразу Наладились Очень Хорошие Ни о Каком Объединении Там Общение Слова Даже Не было Все Которые Отначало От первого Антония Храповицкого Все Одинаково Были До этого И мы Приняли То Наследие И поэтому Нам Никуда Не надо Варахнуться Вот Все Отнимали Все Тайно Виктор Андреевич Там Был Когда Они Где Там Сан Франциско Где И даже Не давали Ничего Записывать Я говорил На этом Не остановятся Они Мы И так Признавали Благодать С московского Патриархата А дальше Они будут Руку Засаскивать У нас А дальше Они нас Сразу Занубят Они Нас Под общие Поставят Поэтому Ни под Каким Видом Туда Нет Если Мы Сейчас Жили Допустим В Польше А Когда Пошел Уже Бежник Объединение Там За рубежом Много Общин Которые Не против Чтобы Общение Было Но Под их Крыло Не идут Если бы Мы были Они сказали Ладно Пускай Так Граница Мешает Если бы Мы были В Польше В таком Состоянии Просто Перенеслись А с нас Никто Ничего Не спрашивал Мы Признаем И признаем Мы По настоящему Потому что Батюшкин Рукоположение Признаем К нам Приезжает Архиерей Это уже После Когда Все Закончилось Объединение Сколько Лет прошло К нам Приезжает Митрополит Сергий Иваников И во время Богослужения Потеряет И здесь Когда он был Одинаково Поминает Святейшего Патриарха Кирилла Вслед за ним Митрополита Который Зарубежный Был А сейчас Там Николай Поставлен Да был До этого Недолго Марк Мы их Обой Поминаем И потом Местный Епископ Когда Будет Это Но Главное За Патриархом Упоминается Зарубежный Это было Всегда Это говорит О том Что Современный Митрополит Это все На полном Вщелье Сон Принимал Все как Есть Это было Всегда Он уже своих Предупреждает Диакон И голос Возглашает И с таким Слапевом Нам никуда Не надо Двигаться Считайте Что написано Ваша сила Сидеть Спокойно Сидеть Спокойно И мы Приходим Когда Вот этот Епископ Митрополит Он Никогда Ни разу Нигде Не заикнулся Что давайте Чтобы Уходили Под Патриархат И проще Нельзя А теперь Уже У них В печати Это Покров Журнал Уникальные Общины Которые Обошли На благослужениях Они служат Когда Поминают Патриарха Так что Наше Сегодняшнее Положение Это Благодарение Вот Батюшка Сказал Ну смотрите Какие Где-то Меня Арестовывали По санкции Московского КГБ МГБ Это Серьезная Организация Ну что Я ни разу Среди Сотрудников КГБ Я же Соприкасался Допрашиваю Ни разу Не было Такого Который Брал бы Меня Никак Мало того Что подполковник Здесь был Никулин Юрий Федорович Он моей матери Сказал Вашего сына Это первый раз Арест Я верну И привезу Вам домой И он Ходил В прокуратуру Ходотайствовал А я Приготовляюсь Идти Ответить И он Приходит И Приезжает В тюрьму Я сижу Вызывает И так И так Решение Принято Вас Освободить А я написал Письменно Я отказываюсь От освобождения Мне надо Выйти в суд Рассказать О всех Безобразиях Он подошел К окну Вот так Постоял Нет Игнатий Тихонович Ваше место Что тут Ваше дело Златоуста На свободе Проповедовать И порвал Меня Вот этот Который Написал Отказ От свободы Сколько раз Говорят Эти оборотни Милиции Мне ни разу Никто не встречался Начальник Здесь был Милиции Вальков Если не ошибаюсь Владимир Алексеевич Он приезжал Потеряевку Даже взял Книга Старинная Соробряще Сказал Считать Я считать могу Я к тому Обращаюсь Господь За нас Нам не надо Ничего Сейчас Только Благодарить Бога Как нас Бог сохранил Удивительно Мы верны Туда Куда пришли А эти Благословляем Благословляем Это означает Мы не против Если вы пойдете Только Это политика И поэтому Наши отношения Сохраняются Хорошие И с патриархией И с теми Хорошее отношение Нужно их хранить Хорошее отношение Лишний раз Нигде А то Я часто слышу Мы уникальны А там все Никто Вечно им Геенно Батюшка Слово уникальное Напечатано Сказал доктор Богословик Павел Бочков Это не я Он написал Но не надо В каждый раз Хвалиться Мы такие Мы не как они Те вот Я не так Не надо Хвалитесь Хвалитесь Не надо Никогда Говорить Никогда Не надо Кого Поносить А вот Там Такие Не такие Бог Будет Судить Всех Если Кто-то Ты видишь Обличи В глаза Скажи Тому Кто Против Кого Имеешь А здесь Не надо Мне Звонит А что Батюшка У вас На собрании Вот Это Что Такое Я говорю Я не знаю Пример Нет А вот Это Выступает Сидите Тихо Сидите Тихо Тихо Не Баламутьте Время Было еще в советское время Спортодягхана Мы идем В Тюмени В магазин Заходим В магазин Заходим В магазин А я сразу Он Ты что Я говорю А что А что Зачеты кресла Как в храм Заходишь В магазин Я говорю Я не заметил Это уже Автоматики Получается Так Пока Архимандрит Встреча И Путин И он к нему Подходит И руку Путину руку Дергает Он руку Сылует По привычке Нет По моему Не по привычке Здесь уже Здесь надо Строго Держать Грань Я напоминаю Что Как было в Израиле Сегодня сказали Пох Библейское Смотрите как Моисей Это единственный Человек Который держал В руках Книгу Которую Написал Сам Бог Всевышний Егова Скрижали И когда Он подходит Какой-то шум Праздничное Векование Что это такое Апатарон Они сделали Уже тельца Которому Поклонялись В Египте Аспис Этот Он поведет Нас обратно Он Сорок дней Не пил Не ел Как он Выдержал Это Моисей И что он дал Первые указания Кто народ Божий Ко мне Кто Левиты Мещи По шатрам И в этот день Зарезали Зарезали После поста 3700 Мужчин Еще кто Хочет идти Никто Поэтому Возврата Нам нет Никакого Вот Смотрите как Дальше Проходит всю Страну Илья Когда наступил Великий Голод И идет Не у кого Там Где-то Сорек Носедонск А его ждут Где-то Он у ручья Там Когда пришел Ну в другие Моменты Просто я соединяю Где-то И собрали всех Жрецов Валовых 850 человек Ну знаете Как стали Жертвы Поставили Ну Молитесь Где ваш Бог Вал Пускай Он зажжет Не могут зажечь Никак Но они кололи себя Кровь текла Тогда Илья стал Водой Полейте жертву А вокруг Роб И он наполнился водой Помолился И пал огонь Хватайте их всех Этих порторгов Замполитов И 850 голов Кедрон полетели Это после поста То есть Верхозаветня С нашим постом Уже не сходится здесь Мы должны все время Молиться Благодарить Бога Что настроен наш Пришел Христос Не погубить А спасти Вечером идти на службу Чтобы успели Хоть до дома дойти Еще одну грамоту Я вчера получил Читай Меценаты столетия Грамота Награждается Лапкин и Аким Тихонович За трудовые подвиги На благо Родины И служение Идеалам добра И милосердия Президент Международного Благотворительного фонда Меценаты столетия Меценаты столетия Олейник Олейник Овы Я думал Что-то розыгрыш Какой-то Думаю Кто это Звоню В Москву Да Президент Нет Не ему Здесь нет телефона Люди Которые Ну знающие Это бывший Мэр города Тулы Бывший Он приезжал Потеряль Ну он сейчас На пенсии уже Я говорю Александр Венч Вы политический Это как деятель Больше Я говорю Получил Вот такую Грамоту И я говорю Думаю Какой-то Это розыгрыш Я говорю Кто А он А кто там Да я его знаю Я лично С ним встречался Говорит Да действительно Так он Президент Я говорю Так я Ну значит Где-то Засвечились Да Потом звоню Другому Который Работал Бывший КГБ А потом Уже тоже Пенсионер Я ему звоню Вот это Я говорю Получилось Что это такое Он Да Ну вот Да 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 Есть Сейчас Я говорю Точно знаю Фонд этот Есть И вот Оленик И вот Ну я Близко С ним Не знаком Но это Так и Есть Все Ну я Подтвердил Это Действительно Смотри Все Вы Без сына То все знаете Что слово Означает Нет Переведи Петр Андреевич Благодеяние Смотри Который Оказывает Благодеяние Окружающим Боготворитель Боготворитель Ладно Не задержите Долго А то Не успеет Эти Вечер Отдохнуть Просто не успеет Заканчивайте Долготворитель Долготворитель Тут Вот Леня Вчера Рассказывала Для меня Покровский Собор Это как Когда туда приходят Редко же бывают Раз в год Это как Я как машину Времени Оказываюсь Понимаете Я вот захожу И вот для меня Тот самый 98 год И вот тот же Запах Тоже пение Те же Там же Ничего не изменилось Ну только Вот Все те же Все И вот Я вот так Поворачиваю И вот так же Стоит Игнатий Тихнос Рядом Другие Брать Вот машина Времени Натуральная Я вернулась На 25 лет назад Ну в прошлом году Я была там 24 года назад Да 23 И у меня Просто чувства Вот знаете Вот так вот Просто Захлестывают Да Я вспоминаю Все Как мы вот Сейчас мы выйдем Служба закончится Станем через дорогу Мы будем разговаривать Либо Игнатих Победет нас всех На Никитина Это ну два шага Да Набьемся там Как селедка В бочке В это А он что-то нам показывает Какие-то письма читает И вот все Для меня Вот это вот Не только прощенное Воскресенье Мы здесь уже все Прощенное попросили Уже смысла как бы нету Только что вот Уважение дать Да Вот Митрополиту За хорошие наши отношения Но это еще и вот Воспоминание того Что у нас было Поэтому я вот Всех кто был До 99 года Когда мы ходили Молиться туда Каждый раз Батюшка не приезжает Мы идем молимся туда Батюшка приезжает Мы тут То есть мы делили Не было апостольских Они позже появились Вот всех Кто тогда был До 90 года Кто был тогда Даже было не так Севастьян Виктор Андреевич Все не вмещались Я говорю так Половина сегодня Там 20 человек Приходите сюда А те 20 В Покровском Молитесь А на следующую Служу Менялись Эти туда А те туда Не вмещались По очереди По очереди По очереди На самом этаже От комнаты Одна была Там Никитина Когда молились Это когда храма не было Храма не было Хорошая Потом у Бруяка Татьяна Да И молодежи Вы по форме Придите Подходите Спрашивайте К ним Приходите В каком монастыре Приехали Вы Без слов Показывайте людям Как должны быть Люди одеты В храме Вот по такой форме Как есть Я очень прошу Потому что Ну Может быть Митрополита Уже не будет А обстановка Будет другая А события Быстро Быстро Развиваются Сейчас Сейчас Мы поставили Какие статьи То что это все Заделал Что там что-то идет Где-то И это Страшно считать Даже Вопрос о завтрашнем дне Так Ну завтрашний день Во сколько приходить На 4 дня Андрея Критского Канун считается У нас на 3 ступени Он считается Первый Который есть По милу имя Божия Покаянный Второе Благодарение И третье Слава слава На тех же Примерах Все точно так же идет Сейчас Завтра Игорь Владимирович Кроме вас Никто тут не будет Так считать Большая просьба Своё место займи И он знает Как и тут Кто будет Ну будете помогать Во сколько Завтра Назначайте Ну мы обычно 6 часов Чтобы с работы Кто-то мог успеть 6 это не поздно Было Я думаю Раньше было Мы делали Потому что Кто работает Почти никто Не приходит Ну да Это так Назначьте Сколько пораньше Ну тогда 5 часов 17.00 17.00 Ну вот так Что у нас Прошло здесь Это один к одному Ну там Архиерея Дольше будет Я уже может быть Рассказывал Мы ехали С Игорем Владимировичем Там Куда-то меня Везли Не знаю Там Полиция Или министр Нужно было Какие-то документы Заверить И А когда Проезжаем По Гоголя Наверное Ехали И храм И я голову Повернул Смотрю Там Митрополит На улице Ну он Тормознул Я бегом Они какое-то Железо Грузили Там Кто-то Он стоял То ли Отпускал Ну увидел Как всегда Раскрытые руки Я только Сказал Говорю Владыка Мы приезжали С братом Акимом Когда суд У нас был Чтобы помолились Там Из-за березок Дело-то Ну кончилось Суд Суд Последний Суда Не было Обсуждения Не было Замерение Очень хороший Новый Там Председатель Как глава Администрации Мамонского Района Говорит Мы претензий Не имеем Но это Когда-то Эту тему Подниму Но тут Закончилось Ни чем И я Поблагодарить Ну я все Побежал Стоп Куда бежишь Поговорить Там надо Ну вот И вот Когда он Где бы Он не встречал Какие люди Это вообще Я очень прошу Потому что Может быть Успокойтесь Сестры Ну что Я сказала Все Да Считай Полячки Кто у нас Еще Надя Ты будешь А я хотела Вас Я хотела Вам сказать Что В Попровском Соборе Я увидела Николу Чудотворца Который смотрел На меня Своими глазами Понимаете А я стояла Спиной Проспятью Свадьба была Я неверующая Была Свадьба идет Чужая Я просто Приглашенная Все Прическами Такие А у меня В сумке Я на занятия Стала ходить У меня В сумке Платок А мне Как Все Такие А я Как Я Я стою Вот так Вот И Тогда Стены Были Выложены Вот Иконы Были Не просто Икона Висела А в стенке Вылеплены Помните Ниша Ниша Да Вот прямо Стена И вылеплена Икона Да Нарисована Вылеплена Прямо Была Мозаика Даже не мозаика Вот как измерина Вылеплена И раскрашенная Вот вы понимаете Живые глаза На меня смотрят Я ничего не пойму Я смотрю Ну живой человек Смотрит на меня Мне так стыдно стало Я За сумку И В правом Крылье Мы все время Крестились Там стояли Я туда ушла К двери Встала Сувесть мучает Не помню Я уже Одела Не одела Я уже не помню Ну вот ушла Но Через неделю Когда мы пришли А у меня все улучшит Ну как может быть Икона И Живая икона Ой Вы знаете как Я пришла Даже нет Нас не было По-моему Я Не помню В общем На службу я пришла Вы знаете И Я к ней А я даже не знала Что это Чья икона Не знаю Я подошла Никола Чудотворца Спрашивают Даже так И не подписана А там Икона Знаете Как изображена Море Лодка И Стоит Человек Туда Смотрит В море А ко мне Спиной Ну да Понимаете И я Я Прихожу Я знаю Что это Икона На меня Смотрела Смотрю Смотрю Нет Я Знаете Вправо Отошла Думаю Бывают Картинки Такие Изображения Я Слева Я Справа Я Опять Ушла Где Стояла Смотрю Смотрю Ну нет Что-то Не то Думаю Ну все Я Точно Так Решила Что Со мной Что-то Я Свихнулась А тут Я Сразу Поехала В Лагерь С Натальей Что-то Она Мне Что-то Спрашивала Спрашивала И как-то Вышло Что Я Сказала Я Никому Не Говорила Думаю Что За Дурочку И Дурочка Да Еще А потом Знаете Тихоныч Как-то Он Что-то Со мной Стал Разговаривать И мы Сидим С ним На Скамеечке И Как-то Он Расспрашивал Расспрашивал И к Этой Теме Подошли И Он Мне Говорит Да Так Бывает Вот Там Начал Мне Святых Там Говорить О Святых Ой Какой У меня Как Камень Свалился С Меня Что Правда Что Это Все Я Хотела Еще Одну Просьбу Попросить Вас Сегодня Катя В ночь Летит Из Москвы У Сони Там Была Учится Она И она Летит Домой В ночь Помолитесь Кто Учится Помогите Я К этому Добавлю То Что У нас Даже Попросили Провести Уроки Как Себя Вести Когда Тебя Арестовывают Я Имею Этот Опыт Написано Будет Гонение На Верующих И Диавол Дана Власть Победить Написано Святыми Это Единственная В мире Религия Которая О своем Положении Говорит Нас Победят Ну Победят Как Вы Уничтожат Как Выстоять Это Дело Как Заходишь Ты В Камеру Когда Первые Допросы Идут И Спрашивают Я Беседовал С теми Кто Много Лет Сидели Глеб Якунин Дмитрий Дудко Такие Люди Здесь У баптистов Которые Отделенные Их Арестовывали Тут Пачками Ни у кого Не было Так как У меня Было Ни у кого Тем более Один Даже Пресс-фитер Был В том Лагере Где я был Жанатан Жамбульской Области Казахской ССР Это Другое Государство Сейчас Вот Когда Начинаешь Говорить Что Вы Больше Всего Готовились Как Я говорю Я слушал Внимательное Когда Те Возвращались Баптистов Оттуда И говорит Сзади Вот Эти Разрез Делают Зашейте Я не знаю Почему Я пришел Домой И где у меня Костюм Был Все Зашил Когда Тебя Привезут Туда Ничего Не дали Спать На железе Железные Натянуты Такие Не вздумайте Лежать На спине Почки И больше Ты не выйдешь Ложись Только На живот Живот Это котел Где все Работает Его не Простудишь Даже На бетоне Ночевать будешь Ну Ноги Маленько Приподнять Можно Я зашил Я говорю Я просил Только дух Молитвы Не отнять Даже Баптисты Не знают А что Это такое У меня День Подъем В тюрьме В 6 часов Я всегда Обсовал Не 4.40 А ровно 4 За мной Наблюдали Лег Говорит Вот так Вот я Заснул И руку Не уберу За все 4 А они В глазок Смотрят Сейчас Смотрите Он поднимется Маленькая Лампочка Сметит Никаких часок Нету Я ровно Он подходит Мне Вставай Или подойдет Под голове Я рассказываю Перед Богом Все У меня здесь Тоже было Сестра не позвонила А в это время Вставай Пора Встал на молитву Это дух молитвы А они не знают Что это такое Да как Как молиться Вот считаем И отец Арсений И он там Одного испарил Испать не идет Вот у меня на молитве Совершенно не идут Осипов Профессор И Дворкин Главный считается Сектовед Они выпадают Я стою И кого же я не помянул Ага Начинаю Вертоязык заплетается Эти люди Как будто бы Они не написаны Нигде А Нерзоров Александр Глебович Ты главный Безбожник может быть Учит Уроки атеизма ведет Легко идет молитва Ну он пошел там За границу Вот когда началось Нельзя упоминать Про это Что сейчас где-то Делается А он сказал Сказал 15 лет И он назад уже не возвращается Говорят И Алла Борисовна Что-то об этом Сказала Тоже домой Жди Прямо На аэродроме Поэтому Эта тема Закрытая Что там где-то Делает Государство Усильте только О президенте О других Молитву Чтобы выстояли Чтобы Дело Божье Делалось Мы верующие Не можем Не знать Но написано Проклят Чтобы не попасть Под проклятие Вы понимаете О чем я говорю Это Бог сказал Это наказание Потому что С той стороны Украина Попыта здесь Сколько были Не все заразили Католицизмом Бритые Крещение Как попало Обещание любое Вот оно и пришло Это дело Господне Священник Ну конечно Хотя дело Господне Все что мы делаем Для Бога И для ближнего А вот что В церкви делается И они все испортили И мы об этом говорим И говорим Не осуждая А плаща об этом Вот о чем я говорю Больше нигде Никто не говорит Не знает Я дал интервью Когда об этом Что за нее молиться Нельзя о мире А только Простите Это меч Господня Нельзя удерживать И на меня нападки Такие были А сейчас все больше И больше люди склоняются А почему Не знаю У меня есть вопросы Которые Я не могу На них ответить Их нет ответа нигде Библия молчит А что я должен делать Довериться Богу Да будет воля твоя Я не знаю Вот приезжает Парень с девушкой Знакомая женщина Познакомились И Ну Помолитесь с ними Как они друг другу подходят Или нет Каза с Новокузнецкой Я посмотрел Для себя имею Но не решился сказать У меня близкая была женщина Она умерла Не дождалась меня Бакланова Антонина Георгиевна Ее муж Через топор Выпустил из дома Он любовницу привел И топор в руках Ну и А потом мы с ней познакомились Я около храма Она жила Все Спящий Ни разу не мог застать Она или лестовки эти шьет Или там молится И когда судили меня Она единственный человек Который все Что я насчитал А это 2500 часов слушать Она единственная Единственная Которая выслушала И вот с ней Когда беседовали Она каждое слово Берет на духовное Я к ней послал Тетя Тоня Вот приехали Поговори Минаева фамилия Мать Хорошая мать Минут пять прошло Она вышла Кого вы послали Да они же даже рядом не стояли Совершенно разные люди Ну и сказали Он сразу признался Я неведущий А тут распустил Такие крылья Павлинь И хвост Уже замуж готов выходить Это советы давать Дух Господь Как день Я на два часа раньше Устаю Молюсь День разбитый был Четыре-пять-шестей Каждая часть Часть-полтора И псалтырь Просчитывался у меня За два дня А остальное я молюсь И вся камера 75 человек Рядом никто не закурит Стали к окну подходить Я молюсь А в это время Кто-то зашел Он называется Материца Там говорят Помилок И он Мужик два раза Сматерился Ну я молюсь Но я слышу Он говорит Помилок прикуси А что У нас батюшка молится За всю тюрьму И к тебе уходят Сроки Всем меньше дают Больше ни один Не матерится Шестая ходка Он уже пропитан Его нельзя взять Это Бог делает Повторяю Это благодать Божия Моего там ничего нет Но опыт Я все время брал И вот как батюшка Говорит Там замполит Привезли меня в тюрьму Из тюрьмы Здесь Начальник тюрьмы Полковник Меня вызывает Раз за разом Вопросы такие После когда он умер Я позвонил Жена говорит Умер И вроде Смещенника вызывали Это Это нельзя Никак Там привезли Там все Новое Лагерь Но здесь Городу у меня сохранил Не тронули Я говорю Ленин сидел Городу не брили Дзержинский Ну дайте мне Срок больше Не вообще А строгий режим Дайте Никаких Ну и Это Бог положил на сердце Приходит замполит Приносит простынь Растелили А я сижу У меня слезы ручьем А парикмахер Чеченец У него вот так машинка А меня Аллах не накажет Я говорю Ты не при чем Это Бог допустил такое И сняли бороду И статья появилась Сейчас в газете Почему у Лапкина Две бороды Одна в конверте Другая здесь На случай страшного суда Эта статья Для слова Божия нету здесь Поэтому когда Богу доверяешься Пришел замполит И точно так Как батюшки сказал Вот к вам поступает Письма Из ООН Представили Япония за вас ходатайствует Я не могу дать У вас потеряется Вот в сейфе лежит Уходить будете Я вам все отдам Я прихожу У меня Библии нету Начальник лагеря Библия большая Просфора Он сразу же пришел Говорит Не беспокойтесь Я знал что будет проверка Шмон называется Я говорю Себе В свой кабинет И в сейфе закрыл В словах Владимира Васильевича Кто вспомнит Я молюсь за этих Владимира Даже два Владимира здесь Я молюсь за упокой Баварина Владимира И Евсигнеев Ректор Я узнал Они верующие были И молитва идет легко Слава Богу Аминь Достойно есть Такова истину Блажите Тя Богородицу Господи 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 Защити Родину Который не служит Тебе Как должно Пусть покаются В небрежении своем И проповедуют Смело и инославным Об Иисусе Христе Господи Праведны суды Твои Над Россией За то что оставили Тебя и Слово Твое Изреченное В Святой Библии Прости нас Господи Владыка жизни Что сокрыли Имя Твое Бог и Егова Дух Святой Да наставит нас Не признавать Никаких иных богов Вопия Алва Отче Господи Научи нас Семикратно в день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе хвала Слава Честь и поклонение Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Господи Боже наш Прими нашу молитву В одеяния рук Как жертву вечернюю Благоухание Приятное Перед присолом Благодати Твоей Господи Соедини наши молитвы С молитвами Всех святых Молящихся к Тебе На небе и на земле Ты Бог Сотворивший мир И охраняющий Его как зиждитель Ты Господь Знающий Все прежде бытия Услыши И исполни Молитву Всех молящихся О нас Во благо нам Любящий Наш Отец Небесный Ради голговских Страданий И пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас грешных Прими И исполни Нашу молитву О всех Заповедавших На болице О них Спаси их И помилуй И мы молимся О незаповедавших Коснись их сердец Привлеки их Господи К признанию Тебя Истинным спасителем Нашим Ибо за гробом Нет покаяния Тебе хвала Тебе слава Тебе счастье Поклонение Отец Сын и Святой Дух Аминь Говори Господи Володыка Слушают И да слышат Рабы Твои Голос Твой Аминь И служба Подходца С пяти Да С двадцать Если даже опоздает И еще мы здесь Молились Можно там Двадцать Три Пропутить Я прошу Двадцать Пожалуйста